Привет, мои дорогие! Здесь можно просмотреть такую тему «Моя личная жизнь через шесть месяцев». Через полгода от того момента, когда вы нажали «Посмотреть именно на это видео». Тогда и будет для вас актуально. Так получается, что именно так гадание онлайн разговаривает тет-а-тет с каждым слушателем. А я вас очень люблю и хочу вам помочь. Я открою для вас карты Таро, вот эти. И то, что скажут карты, я протрактую, как сумею. А все остальные слова, эмоции вы получите тоже от карты, её энергию. Итак, что хорошего ждать вам? Что хорошего вам по судьбе в ближайшие полгода? И как ваша жизнь изменится через шесть месяцев? Давайте будем начинать смотреть. Устроитесь так, чтобы вам было удобно и чтобы ничего не мешало. Первая карта. Можно задать вопрос карте. И то, что я скажу, когда вы соразмерите со своим вопросом, получится чётко ответ. Итак, как же изменится ваша жизнь в ближайшие полгода? Смотрите на эту карту, если есть желание посмотреть, конечно. Это Туз Жезлов. Это сама по себе карта приносится удачу и счастье. Потому что она говорит о том, что через полгода вы можете стать частным предпринимателем. Даже если это какое-то небольшое дело, небольшой свой бизнес, бизнес-план. Даже вяжете носочки, печёте хлеб. Или же помогаете людям что-то по интернету сделать. То, что вы умеете, и главное, то, что вы любите делать. Вы это будете делать. Это вам принесёт деньги. Это вам принесёт новые интересные связи. Это вам принесёт новую судьбу. Судьба показывает вам возможности. каждый день в вашей жизни. И для успеха вам нужно увидеть здесь возможность. Это первое. Быть готовым к тому, чтобы воспользоваться этой возможностью. И иметь план. И держаться плана. Туз Жезлов — это план. Это бизнес-план. А также это может быть встреча мужчин, любви. Это что-то новое. Встреча энергии. Вы будете иметь больше энергии. Вы будете иметь яркую внешность. Лучше, чем сейчас. Будете себя чувствовать наверняка. У вас получится смысл. Появится смысл жизни. Туз Жезлов — это смысл жизни. У вас появится смысл жизни. И у вас будет хорошее настроение. Потому что хорошее настроение — это самая сильная защита от негатива. Туз Жезлов — это хорошее настроение. А также в вашей жизни может появиться новый человек или это вы. Человек очень умный. Вы, может, чему-то научитесь. И вы будете иметь какие-то новые профессиональные знания. Если пристально посмотреть на эту карту, можно увидеть человека здесь, как вы. Не только умный, но тоже очень смелый. Или какой-то мужчина умный и смелый войдёт в вашу жизнь. Потрясающе, да? И здесь можно очертить тоже астральный мир защитой от негатива. Потому что это воины, Творца, которые защищают вас от любого негатива. И взгляд на эту карту прибавляет защиты. Даёт уверенность в себе. Вообще, Найт или же, как сказать, вышло, вылетело слово «рыцарь». У меня иногда приходит информация на других языках. «Рыцарь» — это всегда хорошие новости. А мечи — это мысли, может быть, идеи. Хорошие новые идеи и мысли будут приходить к вам через полгода. Вы станете смелее. Или же ваш любимый человек, который, может быть, был недостоин вас, он не был достаточно смелым, как подобает мужчине, он станет смелым и будет вас защищать. Вот как изменится ваша жизнь. Ваш любимый человек станет смелее и будет вас защищать от любых перипетий судьбы. Вот как изменится ваша жизнь через полгода. Давайте возьмём ещё карту. Как изменится ваша жизнь через полгода? Это императрица, это вы красавица, роскошная барыня-сударыня. У вас есть слава, у вас есть популярность, вы знамениты с профессией, или вы красивы так, что вы притягиваете к себе взгляды неравнодушные, взгляды противоположного пола. Вы обладаете величием, благородством, достоинством. Потрясающе, да? Любые проблемы уходят, потому что императрица — это женщина очень успешная. Вот та проблема, о которой вы сейчас думаете, она уйдёт навсегда. И сама судьба, высшие силы выбирают вас для счастья. Не знаю, или хорошо видно. Это вы такая красавица. Судьба притягивает радость, успех. Ваша жизнь расцветает, вы довольны собой, вы довольны судьбой, вы довольны с тем, что с вами происходит. И вы расцветаете. Это кто думает о себе, как бы, ну, немножко так, напряжённо, как недоволен собой. Здесь очень хорошая, успешная жизнь. Вы довольны собой и своей судьбой. Так о вас здесь, да? А также императрица — это защита. Это защита от любого негатива, потому что императрица имеет защиту. Там целое войско, да, у неё так, что она, ну, как бы, достойна защиты. Это предпринимательство, которое уже приносит деньги. Императрица — это женщина обеспеченная, богатая. Так что вы будете обеспечены и богаты. Ещё будем смотреть дальше. Вообще, я бы сказала, что старший аркан тоже говорит о том, что ваша жизнь коренным образом поменяется. Коренным образом. Императрица — это женщина, которая владеет. Вы будете владеть, может быть, квартирой, домом, участком земельным, владеть знаниями. Свою компанию кто-то откроет. В общем, это владение чем-то. Войдёте во владение. Ещё один старший аркан. И вместе с императрицей — это, посмотрите, это карта джаджмент, или же страшный суд, говорится. Но на самом деле это просто как намёк на христианство, что ли. Но карта суда — там Архангел Михаил, так что вы под защитой высших сил будете. И значение карты суд — это когда в вашем мире, потому что это о вашем мире всё, в вашем мире будет возрождение. Возрождение. И сочетание этих двух карт говорят о возрождении вашего здоровья, сил, о возрождении семьи, о возрождении отношений, которые, может, не складывались. И ваши выводы всегда будут положительные. И ваша реакция будет только положительная. А этот расклад из двух карт говорит о том, что все эти объективные перемены, которые вы хотели в свою жизнь, они случатся. И обязательно придёт понимание того, чего вы хотите. Вы войдёте, вот два старших Аркана, понимаете, вы войдёте в состояние, что вы знаете, где для вас успех. И вам будут помогать ваши близкие, родные. Здесь улучшение отношений в семье особенно, я вижу. Суд о том, что что-то возродится, то, что вам, казалось, уже умерло, прошло, нет там жизни. Вот именно это и возродится. Это может быть отношение с детьми, если бы они были подростками, с родителями, особенно в возрасте. Потому что у родителей в возрасте часто свои какие-то проблемы, свои тенденции. И то, что иногда кажется нам, что наши границы как бы нарушают, на самом деле им тоже нелегко. То есть у вас возродятся отношения в семье, и вы будете очень счастливы обязательно. И карта Суд, она нейтральна сама по себе, когда нет спрашивающего. Но сейчас есть спрашивающие вы. И карта Суд приобретает такой момент, когда Архангел Михаил вашу жизнь делаетку солнечной, наполняет светом, наполняет успехом. Его труба, она возрождает вас. Вот этот звук трубы подымает вас, как бы подымает вас к жизни. Если когда-то раньше вы чувствовали, что-то не так идет, не идут дела, не хватает денег, так вот это возрождение, поднятие, поднятие вас на новый уровень, на новый уровень жизни, любви и счастья. Это очень-очень хорошее. Особенно сочетание императрицы. И Суд говорят о том, что вы будете знамениты, вы будете на виду, вы будете королевишна. Вот как-то, когда все идет хорошо. Вот так вы себя найдете через полгода. Делаю следующую карту. Это Иерафант. Это тоже Старший Аркан. Представляете, как здорово, да? И то, на чем вы работали, и то, о чем вы думали, мечтали, молились, это сбудется, потому что Старший Аркан Иерафант, особенно вот Судом, это когда все ваши надежды, еще и императрица вообще классно. Это как бы здесь вот все, да? Все в одном флаконе. Все три главные составляющие успеха. Это знание Иерафант. И научить себя главное, да? И высшие силы вам помогут это. Вы, может быть, профессию новую будете изучать. Что-то новое вам интересное. Только вот по вашим, что ли, талантам, данные вам, да? Может, вы узнаете что-то новое касательно, как найти работу в другом месте, как переехать, как продать дом выгодно, как добиться благополучия. В общем, какие-то знания, секретные даже знания. Иерафант часто секретное знание. Вы эти секретные знания получите себе, и это изменит вашу жизнь к лучшему. А также императрица говорит, что будет достаток. Будет финансовое благополучие и любовь. Надо не забывать, императрица — это женщина, которую любят. Ну а суд, конечно, добавляет защиты, что не будет завистников. Потому что есть защитные силы, которые победят. Когда я беру каждую карту, я ее считываю интуитивно для вас. Но вы выбирайте то, что вам подходит, берите для себя. А то, что не подходит, можно просто как бы даже мимо ушей пропустить. Видите, не все нужно, конечно, брать. А то, что вы чувствуете, вас касается, да, особенно. Итак, сейчас мы будем брать с вами, девочки и мальчики, следующие карты, вот эти. Давайте возьмем касательно вашего будущего. Так, сейчас, подождите. На весу делать немножко неудобно, но я хочу вам карты показать, чтобы вы видели, что я беру. Это двойка пентаклей. Смотрите. Двойка пентаклей говорит, внешний мир — это как конструктор. Это как конструктор для всех. Иногда мы говорим, вот не получается ничего, я какой-то неудачник. Это потому, что вы взяли этот внешний мир, то есть внешние обстоятельства, людей, возможностей и так далее, или невозможностей, и собрали свой конструктор. Иногда так бывает, что тот конструктор, который вы собрали, он плохо собран. То есть, может, вы были уставшие или не верили в себя, потеряли веру в себя из-за влияния других лиц. И вы собрали конструктор своего мира, потому что нам всем дает внешний мир возможностей, как конструктор, как будто это лего да и вы собрали его по своим законам и как-то не получилось ничего страшного потому что двойка пентаклей здесь да то есть двойка денег денег и слева и справа будут деньги приходить то есть такое чувство как и слева и справа лежат детали этого конструктора внешнего мира который вы можете собрать опять по новым законам по новым своим законам по законам тем которые сделают этот мир прекрасным да и мы как дети как будто мы получаем в подарок землю мы получаем в подарок возможности мир мы получаем же всем подарок от природы мы проявились через родителей родители не главное виновники нашего рождения через них мы проявились виновники или наоборот или благословения это высшие силы дали нам жизнь и теперь вы получили в подарок новый конструктор мира можно ваш мир разобрать по частям и собрать его по-новому так как вам удобно так как этот подарок мир он будет для вас теперь работать потому что и слева и справа это пентакль это возможности это помощники ведь по-гречески пентакль или монета значит помощник внешний мир от помощники хорошая карта давайте еще будем смотреть как изменится в через шесть месяцев ваша жизнь и личная и и по работе и семейной и так далее какая именно жизнь изменится верховная жрица еще один старший аркан и верховная жрица она очень мудрая это вы мудрая мудрым новые так мудрая но станете еще такая мудрость появится которое можно применить перемен для себя для своего прогресса что там на дне колоды у нас это колесо фортуны а я так увидела в этот в экран что на дне колоды когда то что предсказатель увидел то и актуально смотрите верховная жрица и колесо фортуны именно колесо фортуны ваша удача будет связано с тем а что вы найдете свой алгоритм счастья то есть вы найдете свой алгоритм например компании маленькой я вам не советую иметь никогда а сосе яйц то есть компаньонов делайте свое маленькое дело сами и это всегда лучше всего и для этого не нужен даже начальный капитал чтобы себя на интернете где-то продвигать да потому что верховная жрица она имеет секрет она сама себя продвигает она она делает то что нужно людям по своим законам а колесо фортуны дает денег в этом направлении да она дает денег она дает не только денег удача успех ведь на самом деле мы работаем и предпринимательства это не для долларов это не для того чтобы стать богаче может могущественнее влиятельнее успешнее нет предпринимательства всегда его главная задача это сделать этот мир лучше колесо фортуны сделать этот мир лучше своем своего маленького места где мы есть если мы делаем этот мир лучше мир будет лучше а значит нам из этого мира больше будет приходить это всегда самая главная цель предпринимательства потому что только частный предприниматель может сделать этот мир лучше если вы работаете на компании нет вы не у руля от вас ничего не зависит что что вас что производит компания правда а предпринимательство его цель сделать этот мир лучше и по мере того как вы будете улучшать мир будет изобилие колесо фортуны это изобилие будет изобилие вашу жизнь приходить хука как замечательно и так рада вот и карта верховная жрица это ваш план ваш бизнес-план или ваш план по отношениям да как отношения выстраивать или в семье или партнерстве какого человека найти чтобы он вам соответствовал то есть ваш секрет ваш алгоритм счастья и чтобы получить этот алгоритм счастья вот именно эти две карты так получилось они говорят что вам нужно включиться в эту жизнь а что такое включиться в жизнь выключиться из автоматического процесса знаете как на автомате мы делаем там едим на и по автомате на автомате каждый вечер на автомате проводим разговариваем с любимыми часто на автомате и поэтому не понимаем друг друга а верховная жрица она осознанная чтобы включиться в эту жизнь чтобы здесь же здесь и сейчас из этого расклада верховная жрица говорит ничего не делаем на автомате включись в процесс вот включиться как лампочка да на самом деле как произошла жизни мы это натуральное проявление природы верховная жрица говорит просто так случилось чтобы вас включили вот как компьютер включают да в эту жизнь и дали нам энергию для жизни энергия это она и при имя определить определенные рамки имеет поэтому если мы включаемся в жизнь мы осознанно проживаем свою энергию и кайфуем от этой жизни гурманем ее кайфуем от жизни они просто как бы на автомате и не знали что и жили как часто я встречала людей уже в возрасте которые говорят я не знаю куда жизнь делать вот это эти люди которые жили на автомате а верховная жрица исток с такой желтой картой счастья говорит включить в эту жизнь не живи на автомате потому что именно включение в жизнь позволяет найти счастье гурманить наслаждаться зачем на самом деле вы пришли в этот мир верховная жрица говорит чтобы быть чтобы просто быть кайфовать от проявления и все мы никому ничего не должны абсолютно то есть если да хотим дадим если у нас есть от от того что у нас есть как интересно верховная жрица очень мудрая то вы будете мудрая любимая умная которая умеет зарабатывать и умеет договариваться ну что верховная жрица умеет договариваться с людьми и от чего вы избавитесь вот это а девятка дам это девятка меча избавитесь от ложных мыслей и убеждений от людей которые вас не поддерживают вот от этого вы избавитесь до избавитесь от этого чувства что вам только маленькая шестеренка в этой жизни в каком-то колесе да нет вы верховная жрица вы избавитесь от ощущения что другие руководят вашей жизнью что люди как бы и пользуются вами да это все уйдет навсегда и вы начнете понимать что чужой человек другой любой и даже близкий он не имеет права вам диктовать как вам жить он не имеет права на это никакого вот вы избавитесь от негативного влияния влияние потому что 9 это вот уже закончится полностью избавитесь от негативного влияния и когда вот здесь человек хочет вас обвинить в чем-то почему-то меня не помог но вы знаете когда мы помогаем и тогда нам самим нам тяжело не от нашего как бы изобилия от того что мы обязаны нам всегда тяжело и всегда-то человек другой нами может воспользоваться то есть здесь нужно понять что когда кто-то спрашивает почему почему-то там то и другое не сделал не чувствуете себя виноватым потому что этот человек наверное просто хочет вампирить это карта вампира это точно карта вампира и вампир уходит навсегда то есть вы избавитесь от чужого негативного влияния это семерка чаш это что казалось раньше несбыточной мечтой по семерке чаш то что казалось раньше иллюзии теперь будет правдой жизни и не все то что казалось когда-то иллюзии иллюзии является иногда вам говори да ты люди это несбыточная мечта а на самом деле то иллюзия не является это является правильной мечтой. Да, сказочной, пусть сказочной. Но теперь обстоятельства изменятся. Видели, какие карты выходили, да? И все эти сказочные мечты начнут выполняться абсолютно, да? Может, семь каких-то вещей есть, которые вы для себя хотели бы. Обозначьте этих семь вещей или семь каких-то идей, семь целей. Эти цели обязательно материализуются. Это будет совет. Это карта Шут. Вообще, лучше совет нельзя дать. Высшие силы всегда дают очень правильные советы именно по картам. Потому что эти советы, они не основаны советом других людей. Потому что другие люди нам могут советовать только из своего угла ведения жизни. А Таро советуют именно для вас. Потому что каждую карту Таро по-своему, понимаете. И карта Шут говорит, нужно идти по жизни не ожидать, что что-то будет так, как было раньше. Шут, он… Что такое обнуление? Он не видит новый день как продолжение вчерашнего. А он видит новый день как новые возможности. Если вчера были или удачи, или неудачи, это не значит, что сегодняшний день он будет или продолжать неудачи, или же будет таким, как был вчера. то что было вчера ушло а новый день дает новые возможности поэтому вот шут он идет по земле как как по полю цветное поле полевые цветы и все эти цветы это поле вероятностей это поле возможностей и шут вперед те возможности которые ему больше нравятся и делает из него свой конструктор мира это как будто все такие детали конструктор разбросан и шут говорит сейчас я из этого конструктора создам свое поле вероятности и она будет для меня самое лучшее самое успешное я буду кайфовать пока иду к цели то есть не результат для что-то важен а сам процесс жизни потому что если даже результат очень хороший но вы не были вовлечены в процесс вам еще вспомнить это не ваш результат понимаете это если это не ваш результат какой там кайф в этом вот какой совет дает высшие силы воспринимайте каждый день каждое мгновение как что-то новое как будто вы никогда не видели еще вот того что есть вокруг вас вы видите своего партнера первый раз то есть у вас нет уже в памяти тех ссор которые были между вами до в памяти тех недопониманий может быть обид вы видите в первый раз и есть возможность в первый раз с ним опять общаться опять по-новому общаться любовно или вы ребенка видите первый раз своего он подросток или ну young adult молодой человек 20-25-30 но он же изменился да у него свои какие-то потребности как первый раз видите и уже будет совсем по-другому общение идти или на работе но вчера там была какая-то ссора или кризис а зачем вам думать об этом ведь от этого здоровье не улучшается и шут он чем он характерен что у него свободный ум от неудач да он не видит прошлое как ошибки он видит прошлое как прошлое а коту которой или помогло или же не помогло если не помогло отбросил если помогло воспользовался опытом шут идет по жизни удивляется возможностям удивляется тому что дает природа ему если с таком с таким настроем жить а с таким настроем вы сможете жить в ближайшее будущее или вот в то время которое вы загадали себе до через полгода может кто-то загадал через три месяца неважно вы хозяин барин загадывайте себе если с таким настроем жить вы ведь увидите то что для вас будет успех например с таким настроем жить и не думай что мужчины все ущербные вы найдете для себя самого лучшего мужчину и вероятность всегда есть найти любовь было бы желание и открытость чтобы общаться с этим миром находить новые новых людей или например для бизнеса нет второго уникального такого человека который может предложить другим людям именно то что вы можете предложить поэтому богатые можете быть именно вы именно через то время вот как как вы себе загадали вы можете быть очень богаты и вместе будете кайфовать то есть будете делать что-то для своей души и вам еще за это платить будут вот так вот может быть шут это человек для которого весь мир дом весь мир красивый весь мир прекрасен это тот человек который не привязывается к позе шинкс каким-то вещам то есть такой здоровый пофигизма здоровый минимализм и тогда расцветает внешность и тогда человек кайфует а тогда он красивый становится когда он у него беззаботность есть в душе когда нет 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 предвзятости когда нет такого поток как такого критического подхода ко всему а есть подход к тому что если я этого не знаю а мне хочется то узнать это наверное будет мне на пользу вот информация идет к шуту очень хорошо потому что он как бы новичок всегда да все хочется узнать любознательность вы будете очень любознательны а любознательный человек всегда найдет удачу и я хочу сказать что здесь нашел свою дачу это значит что вы обязательно найдете свою удачу и ваша удача которую вы найдете в как жар птица которую вы словите за хвост принесет вам и деньги и успех и любовь и благополучие красивый дом счастливые и красивые отношения с близкими с близкими и с далекими с далеким так такие отношения знаете очень элегантно и с близкими элегантной в общем все самое самое лучшее вот так говорит карта шут смотрите какие карты выходили вам я очень рада тому что я смогла что как сумела как сумела смогла а протрактовать для вас этот расклад девочки и мальчики подписывайтесь на канал здесь все для вас вы подписывайтесь на самом деле на помощь карт они на меня так что будем видеться всем добра любви и счастья вам и вашим близким до новых встреч пока пока